Итак, друзья, продолжаем наш ежедневный бизнес-канал, время бизнес-класса. Сегодня будем обсуждать тему, связанную с пиаром, бизнес в сфере пиаров. У меня в гостях Александр Лихтман, генеральный директор пиар-агентства 2L. Добрый день, Александр. Здравствуйте. Мы поговорили только что в сухом остатке о проблеме, связанной с сельхозпродуктой, проблеме, связанной с тем, чем мы питаемся. Кстати, Александр, немножко не в тему, может быть, вы считаете, что это проблема? Прямо вот то, в частности, да, то, что мы видим на прилавках магазинов, это не совсем то, что хотелось бы потреблять в конечном итоге. Если бы мы действительно хотели потреблять что-то другое, мы бы платили за это рублем и потребляли бы что-то другое. Ну, то есть больше платили бы, да? Больше платили или другим платили бы. А, понятно. Потому что мы сейчас говорили именно о том, что все, что в основном мы видим, да, из продуктов питания, это, как правило, товары импортные, а бедные фермеры, которым, ну, по большому счету, не дают просто развиваться, вот они и готовы бы, и не совсем, и не всегда дороже, да, предлагать нам гораздо качественные продукты, но, к сожалению, нет возможности, нет государственного регулирования, ну, и так далее и тому подобное. Ну, к сожалению, я не очень могу об этом судить профессионально, но не обязательно даже переплачивать. Есть вполне прекрасные белорусы, которые привозят нам свои продукты, и они не сильно дороже наших фермеров. Да, да, и в какой-то степени пример, подают нам пример. В общем, да, хороший. Ну, что ж, спасибо за ваше мнение, безусловно, я хотел услышать ваше личное мнение, не профессионально ни в коем случае. Уважаемые слушатели, я предлагаю вам присоединиться теперь уже к эфиру бизнес-класса, по тому же самому телефону вы можете нам позвонить, номер его 6510996, адрес сайта finam.fm, ну, и, собственно, задать вопрос теперь уже Александру, касаемо пиара, пиар, волшебные какие-то две буковки. И, по большому счету, я так думаю, что многие, в конечном итоге, и не знают, что это такое. Давайте начнем, может быть, с этого, с ликбеза, да? Чем же занимается пиарщик? Пиарщик? В отличие от широко распространенного мнения о том, что пиар – это что-то волшебное, что вкладывает в головы людей совершенно не то, что есть на самом деле. Заставляет их иначе, да, смотреть на вещи? Да, иначе воспринимать какие-то вещи, которые, ну, кажутся им... То есть пиарщик – это волшебник какой-то, это такой... Ну, так считают многие люди, что пиарщик – это волшебник. На самом деле пиар – это управление информацией. И то, как вы преподносите людям ту информацию, которую вы хотите им преподнести, и то, как они ее воспринимают, и то, как потом они ее ретранслируют своим знакомым, там какие-то другие, в других средах. Вот это и есть пиар. То есть вы можете пиарить свой продукт, свою компанию, себя, своего подопечного, если мы говорим об артистах, спортсменах и политиках. Но всегда пиар – это управление информацией. Соответственно, это работа с информацией, это анализ информации, и это трансляция информации в те каналы, в которые вы считаете нужно ее транслировать. Причем вот фраза интересная сейчас прозвучала от вас. Если вы хотите пиарить что-то или кого-то, звучит это всегда позитивно. То есть я, пиаря что-то или кого-то, я, как правило, превозношу его, делаю его более, ну, в глазах окружающих, по крайней мере, да, более выгодным свете, да, преподношу его. Но пиар может быть иметь какую-то негативную все-таки, да, цель. Да, то есть мы привыкли говорить о том, что, когда мы говорим, что мы кого-то пиарим, обычно подразумевается, что мы, да, действительно преподносим чьи-то хорошие качества и не говорим о плохих. На самом деле говорить о ком-то плохо – это, в общем, тоже пиар. Тоже пиар, да. То есть задачи просто прямо противоположные. Да, то есть, ну, любая информация, специальным образом сформулированная и выпущенная наружу – это пиар. Плохой он или хороший, точнее, позитивный, направленный он на улучшение образа или на ухудшение – это уже другой вопрос, вопрос того, кто это заказывает, кому это нужно и так далее. Ну, то есть это нормальный процесс, да? Да. С морально-этической точки зрения здесь никаких проблем не должно быть, в принципе. Ну, вы понимаете, мы живем в эпоху, ну, не информационного шума, а какого-то информационного водопада, ежедневно падающего… Да, потока. Да, падающего на головы людей, причем там не всегда желающие, чтобы на них падал этот водопад. И вот в этом водопаде сформировать ту струйку, которая скажет о вас или о том, что вам нужно, и упадет на правильное место в голове с правильным ритмом и отобьет там азбука и морза что-то, нужное на голове потребителя этого водопада – это вот, это и есть пиар. Ну, к сожалению, то есть, допустим, там, сто лет назад информационные потоки были, ну, не в миллионы, но в сотни раз меньше на каждого человека. И было гораздо легче воспринимать информацию, фильтровать ее и делать какие-то выводы. Сейчас, ну, в силу того, что информации очень много, у нас просто не хватает времени на ее оценку. То есть она воспринимается на каком-то, может быть, даже подсознательном уровне. Я хотел бы вот еще что уточнить. Действительно, какое-то время назад, когда этих информационных потоков было гораздо... Ну, технологии были иные, я так понимаю, с этим было связано все, да? Было гораздо меньше. В то же время, узнав что-то по одному из небольшого количества каналов, я, как правило, этому слепо верил. Сейчас, когда этих потоков много, я одному доверяю, второму не очень. Считаю вообще там мавитоном, да, верить вот в это. Что парадокса здесь нет. С одной стороны, пиарщику гораздо комфортнее сейчас, когда огромное количество потоков. А с другой стороны, он должен, ну, видимо, настолько в этом потоке, да, ориентироваться, чтобы выбирать именно те каналы, которые доведут необходимую информацию до конечного. И многие эти каналы уже выбрали. То есть наверняка же даже у вас есть какие-то, ну, может быть, люди или какие-то источники, которым вы верите больше, чем другим. Безусловно. Спросите себя, почему, и спросите себя, кто может использовать вот эти источники, которым вы априори верите больше, чем другим. Пиар, ну, как я сказал, пиар — это управление информацией, и в частности управление теми каналами, по которым эта информация доставляется до, мы называем это целевая аудитория. Соответственно, если мы определяем для себя каких-то конкретных людей, скажем, возрастная группа... То есть мы начинаем с этого именно, да, с определения целевой аудитории. Кому этот посыл? Всегда пиар — это анализ, в первую очередь. Да, то есть мы определяем, на кого направлен посыл, каким образом мы можем на этих людей или на эти группы людей воздействовать, через какие каналы, какие газеты они читают, какие социальные сети, в каких социальных сетях они состоят, какое радио они слушают, какие каналы они смотрят, с какими людьми они общаются, на каких мероприятиях. И хороший пиарщик должен выбрать, сузить, во-первых, сузить целевую аудиторию своего сообщения, и, во-вторых, воздействовать те каналы, по которым правильно на эту аудиторию воздействовать. А сузить целевую аудиторию — это задача для чего, собственно, она? Чтобы результат был точнее, да? — Смотрите, делать сообщения, вернее, выпускать сообщения для всех — это выпускать сообщения не для кого. Потому что... — В никуда. — В никуда, да. Потому что нет универсальной информации, ну, кроме там звука воздушной тревоги, да? И то люди побегут в разные стороны. Вот. И, соответственно, доносить информацию до всех либо очень дорого, либо просто бессмысленно. И поэтому нужно, ну, как я считаю, да, и как мы делаем в нашей ежедневной деятельности, мы сужаем группы, на которые мы должны влиять, потому что, скажем, ну, либо эта группа людей как раз и является потребителем этого товара, либо эта группа людей не является, но может являться, потому что у нее определенные характеристики подходят, либо у нее есть деньги как раз для нашего товара, или вот эти люди должны прийти воспользоваться сервисом вот этой компании, да? И, исходя из этого, мы пытаемся воздействовать на тех людей, которые нам нужны. Ну, как я уже сказал, то есть если мы небезызвестная корейская большая компания, которая может ковровыми рекламными бомбометаниями закрыть вообще все, ну, окей, да, тут они в своем праве. Если мы не такие, а большинство, к сожалению, или к счастью, наших клиентов не такие, мы должны выбирать более суженные и более эффективные каналы. А, кстати, вот эта компания, да, не будем ее называть, но, тем не менее, она своими ковровыми бомбометаниями, она результат достигает, или это просто деньги на ветер? Достигают. Достигают. Они, ну, по рейтингам они занимают хорошие позиции, но у них есть деньги или у них есть воля... Эти деньги тратить, да? Да, эти деньги тратить. И, конечно, эти деньги, ну, я не знаю, отбиваются они им или нет, но, по крайней мере, рейтингами они доказывают, что отбиваются. То есть это тоже может быть, да? Да, да. Ну, я желаю всем нашим клиентам стать такими мощными, как вот... Иметь такие возможности. Да. Спасибо огромное. Напомню, Александр Лихман, генеральный директор пиар-агентства 2L, сегодня в бизнес-классе, мы обсуждаем бизнес в сфере пиар. Сейчас прервемся, потому что в это время мы, как всегда, с интересом слушаем новости на Финам.ФМ. А потом продолжим. Ну, что ж, друзья, продолжаем наш эфир. Бизнес-класс на Финам.ФМ. Сегодня обсуждаем бизнес в сфере пиар. И у меня в гостях Александр Лихман, генеральный директор пиар-агентства 2L. Я напомню для вас, уважаемые слушатели, телефон студии 651099.6, код города 495, сайт компании finam.fm. Присоединяйтесь к нашему эфиру, задавайте свои вопросы. Тем более тема очень и очень важная для любого бизнеса, да? Ведь пиар, Саша, я правильно понимаю, пиар в любой сфере бизнеса используется? Да, абсолютно в любой. Чтобы я не предлагал товар или услугу, пиарить я его обязан в любом случае. Ну, если вы не монополист на своем рынке, но даже мы видим, что и монополисты на своих рынках, они вынуждены прибегать к каким-то маркетинговым и пиар-ухищрениям. Ухищрениям, да, именно. Именно ухищрениям, да. Ну, для разных, с разными целями. Давайте вот о чем поговорим. Очевидно, что, ну, с учетом новейшей российской истории, видимо, пиар не так давно в Российской Федерации является способом продвижения товаров и услуг. Насколько он популярен и, что очень интересно всегда, есть ли некие такие особенности ментальные, да, связанные с ментальностью, с восприятием конечного потребителя или, может быть, самого пиарщика, особенности этого бизнеса в России? Ну, нельзя говорить, что пиара раньше не было, просто раньше он назывался пропагандой и продвигал в основном не товары, а государственные услуги, да, если можно так выразиться. Или политику, да? Да, или политику. Ну, и товары, кстати, тоже было, можно вспомнить, да, и в нашей истории, и в иностранных, там, вспомните, шпинат и папа и моряка, вспомните, be American by American, ну и все такое. Вот. Но пиар, как, ну, как бизнес, да, он существует, ну, может быть, там, чуть больше 20 лет в современной России, и, ну, и сейчас, так или иначе, все вынуждены или, ну, все пользуются этим, скажем так. Ну, особенности есть, связанные вот с какой-то российской действительностью? Особенности есть в формулировании и формулировании сообщений для конечного потребителя. Мы буквально недавно столкнулись с такой штукой, что глобально сформулированные и неадаптированные рекламные, ну, я говорю про рекламные, но и в соцмедиа мы тоже это делали, сообщения глобальной компании совершенно не так воспринимались нашим потребителям, как, скажем, американцы. И на эту тему было, ну, большое неудоумение в американском, в американской штаб-квартире. Почему не дошло, да? Почему до них не дошло? Да-да-да, почему, вот, допустим, на, вот мы постим картинку в фейсбуке американской, и там у нас увлекается 100 человек, условно говоря. А при том же количестве пользователей страницы русской увлекается 2 человека. И вот, ну, они так и не поняли, хотя им и до, и до старта компании, и после объясняли, что, ну, с россиянами немножечко по-другому. То есть у нас немножечко другой юмор, у нас другое восприятие, ну, много чего. Да, да, да. Ну, в этом смысле, если говорить с точки зрения бизнеса, да, пиарщика, вот он должен, должен вот это чутье, да, эти тонкости обязательно учитывать. Несомненно, несомненно. То есть, да, пиарщик должен чувствовать аудиторию, с которой он общается, пытается общаться. Если можно, немножко о технологиях. Как вообще выстраиваются отношения с тем, кто вам заказывает пиар? По-разному. Есть клиенты, которые уже знают, что им нужен пиар, у которых есть установленные цели на пиар, либо спущенные из штаб-квартиры, если это международная компания, либо сформулированные внутри, если это российская компания. И с этими компаниями, с этими клиентами работать легко, да, потому что им не приходится доказывать, не приходится объяснять, не приходится объяснять очевидные вещи, не приходится, скажем, ну, не скажем, а не приходится доказывать, что если мы сегодня разошлем пресс-релиз, то завтра, к сожалению, к ним не придет 100 тысяч человек покупать их вот только анонсированный продукт. То есть, это долговременная, размазанная по времени, долгая, кропотливая работа. А им, кстати, почему не надо доказывать? Они имеют опыты, да, уже? Да, да, да. У них есть международный опыт, есть опыт у их специалистов обычно, есть какие-то, ну, поставленные, поставленные системы KPI в цели и задач, и с ними работать просто. То есть, они приходят, говорят, нам нужно это, это, это. Сделайте, сделаем. Какими силами, ресурсами? Вот такими. Окей, идем. Вот, а есть клиенты, которые, допустим, вдруг уперлись в то, что их продукт перестал продаваться, или вдруг они обнаружили, что на рынке не они одни, а еще у них есть 98 конкурентов, от которых надо отстраиваться как-то. И вот они попробовали рекламу, они попробовали, там, какую-то систему, допустим, мерчендайзинга в магазинах, они попробовали то это. И ничего не сработало. Нет, ну, сработало, но не так, как они хотели. И они пробуют пиар, ну, им может кто-то сказать, что вот, а есть еще пиар, не хотите попробовать? И вот они пробуют пиар как один из инструментов, и вот если пиар ложится в, мы так называем ее, стратегии 360 градусов, если это ложится в глобальную кампанию по продвижению, это хорошо. Если они дергаются из стороны в сторону, не зная, чего хотят, то обычно с такими клиентами сработаться не получается, и, к сожалению, иногда, возможно, даже конфликтные какие-то ситуации, когда люди говорят, а мы к вам пришли, принесли вам деньги, а у нас продажи не выросли, и мы им говорим, ребят, ну, кроме пиара есть же еще ряд факторов, которые тоже влияют на продажи, которые даже, может быть, на моментальные продажи гораздо сильнее влияют, чем пиар. Он говорит, ничего не знаю, мы их пробовали, они вроде как, реакции есть, а пиары вот сразу реакции мы не видим, так что вы плохие. Так тоже бывает. К сожалению, к сожалению. Ну, а в этом случае есть смысл, да, кого-то переубеждать, кому-то что-то доказывать, или просто уж надо разойтись? Нет, нет. Доказывать задним числом, что мы не верблюда, нет. Обычно смысла нет. То есть вот опыт с такими клиентами научил меня скорее о том, что надо обговаривать все вещи на берегу до того, как. И там либо говорить, что, ребята, ваши ожидания, к сожалению, беспочвенные, и вот того, что вы ждете, мы не принесем. А мы вам принесем вот совершенно другое или немножечко другое. Вы готовы на это или нет? Нет? Извините. Да, давайте попробуем работать. Ну, здесь тоже я так предположу, что вы можете договариваться на берегу, потому что у вас уже опыт есть негативный, да? Да, да, да. К сожалению, есть такой опыт. И, ну, понятно, что клиентов хочется, и хочется, когда приходит, допустим, какой-то новый интересный клиент, но вот такие вот особенности взаимодействия, особенности работы, они бывают. Я понял. Если можно еще поподробнее, да, из чего складывается вообще вот этот вот бюджет, заказ, заказ? То есть вы пришли и обсуждаете непосредственно там какие-то тонкости уже будущего пиара. Ну, я сразу оговорюсь, что наш, то, чем мы занимаемся, это определенная отрасль, то есть это IT, это все, что связано с компьютерным так называемым железом, да, то есть периферия, комплектующие, сами компьютеры, ноутбуки, планшеты. Это все, что связано с технологиями, это программное обеспечение, это иногда игры, это, допустим, компания-системные интеграторы или компания-дистрибутеры, вот. И здесь мы располагаем неким набором инструментов, которые мы можем задействовать или не задействовать. То есть в стандартном случае пиар — это инициирование, так мы это называем, инициирование новостных публикаций, ну, публикации, может быть, не только в газетах и журналах, они могут быть в интернете, публикации — это ролик на радио, это тот же ролик на телевидении, ну, и в интернете. Это может быть, допустим, организация выхода обзоров, ну, поскольку это техника, то часто требуются обзоры, да, чтобы люди могли прочитать и понять, нужно ли им этот телефон. Это где-то в специализированных изданиях каких-то, да? Или в специализированных, или в общедоступных. Да, ну, я чуть позже хотел вернуться к тому, что технологии, как технологии приходят в нашу жизнь и в жизнь обычного обывателя. Ну, сейчас есть, допустим, пласт работы, это работа с так называемыми блогерами, да, или с лидерами мнений, вот, теми же самыми, о ком мы говорили, о кому вы можете больше верить или меньше, да, это там, так называемые лидеры мнений. Им тоже можно заказывать или с ними можно работать для того, чтобы получать какие-то от них отзывы, либо благожелательные, либо нет. Вот, это работа с новыми медиа, там, в частности, социальные сети, в частности, какие-то видео, назовем это истории, ну, все это по-разному. И, конечно, это зависит от того, насколько, от целевой аудитории для заказчика. То есть, если это узкая группа, но она требует каких-то специальных знаний, то, соответственно, вовлекаются какие-то специальные специалисты, извините, с фатологией, и это может стоить дороже. С другой стороны, если, допустим, продукт очень массовый и каналов коммуникации много, то ресурсы распределяются по-другому, и это тоже может стоить дороже. Вот. К сожалению, я, или, к счастью, я не назову вам какие-то цифры, чтобы ваши слушатели не разочаровали, или, наоборот, все не побежали заниматься пиаром. Ну, бюджеты бывают разные. Ну, это понятно, конечно. От и до. Ну, а, кстати, вне цифр, что называется, вообще, на ваш взгляд, как на взгляд человека, который достаточно давно, я так понимаю, занимается этой профессией, насколько это дело благодарное? Или, давайте так, какие качества должны быть, да, у будущего бизнесмена, чтобы вот его потянуло именно в эту сферу? Ну, что касается тех людей, которые трудятся, ну, скажем, в полях, то есть вот мои сотрудники, это абсолютно неблагодарное занятие, потому что пиарщик для всех всегда виноват. Для журналистов он виноват, потому что его время не предоставляют информацию, там, или что-то не делают так, как они ждут. Для клиента, да, пиарщик недостаточно рьяно защищает интересы клиента перед журналистами, недостаточно много инициирует статей. То есть вот классический пиарщик, менеджер, который работает с клиентом из журнала, и с прессой, это такой мальчик или девочка для двухстороннего бития. Даже может быть больше, чем двухстороннего бития. То есть со всех сторон он получает шишки. Поэтому эмоциональная устойчивость для пиарщика это очень важно. Вот, эмоциональная устойчивость. Вот. Что касается пиара как бизнеса, я не думаю, что вот те пиар-агентства, большинство пиар-агентств, которые существуют у нас на рынке, они вот создались так, что их хозяин сел, владелец там или директор сел и подумал, я хочу создать пиар-агентство. Просто он обычно там человек начал на фрилансе или как-то кому-то помогает делать что-то. Александр, прошу прощения, мы прервемся. Сейчас у нас рубрика «Вне времени». Послушаем, потом продолжим. Итак, друзья мои, продолжаем эфир «Бизнес-класс» на Финам.фм. Сегодня обсуждаем бизнес в сфере пиар. В гостях у меня Александр Лихтман, генеральный директор пиар-агентства 2L. Напомню, телефон студии 6510996, код города 495, сайт компании финам.фм. Ну и адресуя свой вопрос к нашим слушателям, хотелось бы от вас, уважаемые радиослушатели, получить информацию, насколько в вашем конкретном примере, насколько часто вы сталкиваетесь с пиаром. Ну и как вы к нему относитесь, наверное, тоже можно было бы услышать, было бы любопытно, по крайней мере. Мы продолжаем разговор, Александр. Итак, возвращаемся к мотивации. Я так понимаю, что действительно сел, подумал, дай-ка пойду я вот пиар-агентство сделаю. Вряд ли мы можем такие примерки. Да, так обычно не работает. То есть, ну, насколько я знаю, я, конечно, знаю не все пиар-агентства, не всех их директоров, но, тем не менее, обычно человек начинает заниматься каким-то проектом. У него получается, он берет еще один проект. У него начинает получаться, к нему приходят люди, он понимает, что ему надо, ну, ему нужен помощник, да. И вот из, ну, по крайней мере, в моем случае было так. И вот из этого выросло, в общем, агентство, которое сейчас насчитывает пару десятков человек. И, в общем, дела идут. Кстати, я хотел бы немножечко отвлечься. Вот сейчас в эфире прозвучал совершенно прекрасный пример про пиар. Как, когда подумали, когда возникли слухи, что Ленин не настоящий, вот то самое управление информацией, да, то есть люди решили, что, ага, лучше лидеров мнений самих запустить к Ленину, дать потрогать его за нос, ну, как это не кощунственно звучит, для того, чтобы они потом эту информацию распространили. Хотя можно было бы просто ругаться через газеты, можно было там... Бесконечно причем это делать. Да. Вот он, прекрасный пример хорошего, правильного пиара. Ну, кстати, пример-то действительно прекрасный, хорошего, правильного пиара, но не всегда, мне кажется, все-таки, да, такие вещи возможны. Не все... Ну, они... Кто-то просто на это не решится. Для кого-то это... Ну, тут вопрос, опять же, воли. То есть, возможно, все вещи. Вопрос эффективности и целесообразности их использования. Но очень часто, к сожалению, мы видим, как, ну вот, даже и наши клиенты, и там клиенты других агентств, они не решаются сделать очевидные вещи, которые немножечко отстоят от традиционного пути. Хотя эти вещи, ну, для пиарщика, очевидно, должны были отыграть и сделать. А не решаются по каким причинам? Какие-то действительно морально-нравственные, этические, корпоративные, да? В основном какие-то корпоративные, корпоративные гайдлайны, так называемые. То есть, вот... Как это по-русски? Гайдлайны, короче говоря. Да-да. Да, в основном вот в корпорации так не принято. Или вот мы большая компания, мы себе не можем этого позволить. Вот хороший пример, кто так не делает, это Apple. Да, вот Apple не боится экспериментировать. И, кстати, у них совершенно прекрасная, насколько я знаю, пиар-стратегия. Они отказывают журналистам в тестировании, они не идут на контакт, они не идут на интервью, и при этом они у всех на устах. Хотя, парадоксально, да? Вроде бы все должно быть иначе. Чем больше я на устах у журналистов, тем, естественно, больше обо мне знают. Чем больше я иду, ну, не на поклон, там, поворачиваясь лицом к журналистам, на контакт, да. А здесь вот наоборот, я не иду на контакт. А они про меня пишут, потому что я вот такой особенный. Ну да. Некая провокация, да, с другой стороны? Скорее, да. Ну и, учитывая вот то, о чем мы уже начали обсуждать, то, о чем мы начали говорить, какие вообще проблемы, сложности, ну, такие профессиональные, да, в этой сфере существуют? С которыми, может быть, вы сталкивались на личных примерах, или знаете, не понаслышке, что называется. Ну, помимо вот этого, я так понимаю, да, установления контакта с заказчиком. Ну, даже не установление контакта с заказчиком, а целеполагание и целепонимание взаимное, да, вот здесь бывает расхождение. А еще очень важно для пиарщика понимать, что сделанная работа и предоставленный клиенту отчет о работе, это две большие разницы. То есть работа может быть сделана, но если она грамотным образом не преподнесена, то ее никто не увидит, не оценит и, может быть, даже не заплатит. Это я бы, если позволите, такой пиар в пиаре, да? Да, да, да. Так это выглядит. Вот пиар своей работы для пиарщика тоже важный, об этом не надо забывать. Еще большая проблема — это кадры, при том, что пиарщиков, по большому счету, нигде не учат. Есть факультеты и специальности связи с общественностью в разных вузах, но то, что тех людей, которых я видел, которые оттуда выходят, они оставляют желать лучшего, скажем так. Нет, подождите, оставляют желать лучшего, а не по какой причине? Что там все-таки не совсем пиар учат или просто там это делают плохо, некачественно? Понимаете, пиар — это скорее коммуникабельность, системность мышления, аналитические способности, это возможность взять на себя инициативу, это возможность взять на себя ответственность, да? Специалист по связи с общественностью, другие качества у него, по-моему, тем же самым занимается. Вот таких людей как раз и не готовят, потому что это скорее человеческие качества, чем профессиональные. И вот нам приходится довольно много просматривать людей, и человек может закончить престижный вуз, он может обладать прекрасным... Ну, даже закончив престижный вуз, он может не обладать прекрасным слогом, что, в общем, важно для пиарщика. И вот эти вот качества, о которых я сказал, ими обладает, к сожалению, очень малое количество, в принципе, людей. И такие люди востребованы везде, не только в пиаре. Поэтому нам за таких людей приходится драться со всеми другими областями, где не требуется прямо профессиональное образование. То есть мы не говорим, конечно, о инженерах-нефтяниках или технологах пищевого производства, а вот, я не знаю, ассистенту руководителя, какие-то журналисты, да, опять же, журналисты обладают слогом, они должны обладать способностью поставить сам себе задачу, декомпозировать ее на какие-то составные части, сделать их самому себе, поставить дедлайн. Ну и мы все знаем, о чем мы говорим. И вот за таких людей приходится сражаться. То есть кадры — это основная проблема в пиаре уж точно. Ну и я так подразумеваю, что готового специалиста редко найдешь, профессионала готового, профессионала, учитывая, что их не так много, да, приходится, наверное, брать некие полуфабрикаты, потом доводить каким-то образом до ума. Как это происходит? Даете вы ему задание, либо, может быть, какой-то старший товарищ рядом и ходит с ним за ручку, смотрит, как это делается? Ну, у нас это делается просто. Знаете же, все знают систему «Учитесь плавать». Вот, то есть если человек пока... Это та самая «бросил в воду» и выплывает. Да, бросил в воду, и рядом старший товарищ стоит с багром, и не факт, что этим багром он подцепит и вытащит, а иногда может стукнуть по голове и утопить. Да, и там, если человек выплывет — хорошо. Не выплывет следующий, извините. Здорово, здорово. Ну, так, по крайней мере, рождаются профессионалы высокие. Да, да, те, кто выплывает после двух-трех ударов багром, причем не всегда со стороны этого старого товарища, а потом, может быть, со стороны клиента, вот из этих людей, если у них не пропадает... Стресс-тесты такие, да? Да, да, к сожалению, к счастью, наверное, стресс-тесты работают. И из таких получаются хорошие пиарщики. Вернемся, Александр, к разговору о потоках. Вот мы говорили о неких каналах коммуникации, сравнивали с совсем недавним прошлым, и этих каналов было просто, да, по пальцам одной руки можно было сосчитать. Сейчас, с учетом того, что технологии развиваются, этих каналов становится все больше, больше, больше. Вот на какие из них вы делаете наибольшие акценты, и, может быть, какие-то примеры тоже можно рассказать, как происходили коммуникации? Ну, в силу нашей специфики, в силу того, что мы, я называю так, мы айтишники, наш основной канал коммуникации, это, конечно, раньше было так, это специализированные средства массовой информации, и это и сайты, и блогеры, и журналы, и какие-то сообщества, ну, в основном онлайн-сообщества. И через, ну, публикуя информацию там, мы ее доносили до специалистов. Но так как айти развивается в сторону, скажем, консумеризации, и если раньше компьютер был, ну, что-то такое очень сложное, то сейчас компьютер — это средство игры в ферму и работы в интернете или в офисе, то есть он доступен любой домохозяйке, соответственно, нам знания про компьютеры, ну, я утрирую, но тем не менее, приходится доносить до домохозяек. Но это все равно какие-то, я бы сказал, такие своеобразные знания, да, не профессиональные, какие-то тонкости вы наверняка до домохозяек не доводите, а какие-то общие, может быть, сведения. Это зависит от канала коммуникации, то есть каждый из менеджеров, которые работают с технологической компанией, они знают продукты, они понимают бизнес-компании, они, ну, если, допустим, не знают состав, ну, если мы говорим про жесткие диски, если они не знают состав ферромагнитного носителя, то, по крайней мере, ну, общее строение жесткого диска все из них представляют. Другое дело, что если со специалистами надо говорить именно на языке скорости вращения шпинделя, высоты полета головки и прочее, то с домохозяйками приходится, конечно, общаться на другом языке. Им совершенно не нужна эта информация, им нужна информация, скажем, как вот конкретно этот жесткий диск, допустим, поможет ее ребенку получать удовольствие в его любимых играх. Вот, ну, грубо, но вот так. Понятно, понятно, понятно. И вот как раз в этом и состоит сложность. То есть если раньше канал был один, и это был конечный набор сайтов и журналов, то сейчас каналов очень много, и при том, что профессиональные сообщества перегружены, и приходится с этими, ну, конечно, адаптированными сообщениями выходить на более широкую аудиторию. И даже, может быть, придумывать эту аудиторию. Ну, условно говоря, то есть если раньше компьютер был нужен для работы, в первую очередь для развлечений, а сейчас в первую очередь для развлечений и потом для работы, мы, допустим, вынуждены, не вынуждены, а выбираем для коммуникации, допустим, канал киноманов, да, то есть они, так или иначе, они где-то качают свои фильмы. Качают как, качают куда, то есть это интернет-соединение, это компьютер, это какое-то хранилище, о котором тоже нужно говорить, да, и нужно говорить этим людям, что вот на этом хранилище у тебя быстрее закачается фильм, и будет там больше, условно говоря, больше этих фильмов поместится. И качественнее они будут воспроизводиться. Ну, не качественнее, ну да, качественнее воспроизводиться, и ваш телевизор легко подключится к этому, сетевому, допустим, хранилище и будет воспроизводить фильмы, а вот на этом, ну, нужно, но придется взять бубен и поплясать вокруг, как это раньше было принято. Вот, ну, как пример, да, и опять же, там, мамы с детьми, да, то есть там, или, ну, молодые или немолодые семьи, которые выбирают компьютер или там какое-то устройство ребенку, они же, в конце концов, платят деньги, то есть ребенок им может сказать, что бы ему хотелось, соответственно, надо воздействовать как-то на ребенка, чтобы он правильное слово сказал родителям, что ему хочется, и чтобы, допустим, его мама или папа, они так, ну, я слышал, да, это слово, оно вроде как, да, для детей безопасное и хорошее, я, наверное, его куплю. Ну, а, кстати, а ребенок, вот он свой выбор, на основании чего может сделать? Он увидел у своего одноклассника, ему хотелось такое же, или он смотрит на красивая картинка, ну, или на эмоциональном каком-то, да, так сказать, напоре? Ну, по-разному. Очень часто, конечно, дети смотрят на одноклассника, на сверстников, да? На сверстников, да, что у кого-то есть, да, поэтому все дети хотят айфон, и мало кто хочет там какое-нибудь, ну, другое. Вот, они, ну, вот мой там старший сын, ему 13 лет, и я смотрю, что он постит себя на стенке ВКонтакте, какие-то конкурсы там, выиграй этот гаджет, проучаствуй там, проголосуй за это, ну, то ли цепляют картинки, то ли, ну, то ли хочу, как все, я даже не знаю, ну, вот... Ну, то есть, что смутило вас в этом случае? У него эти гаджеты, этот гаджет уже есть, и он, тем не менее, продолжает, да, бороться за него, потому что делает... Нет, он продолжает бороться, потому что ему этот гаджет нельзя, потому что он иначе не будет учиться. А-а-а, забавно. Ну, да, есть, есть опыт. Ну, то есть, опять-таки, мы говорим, да, о делении этой самой целевой аудитории, и можно, в конечном итоге, на родителей, да, выйти через ребенка, выйти... Да, 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 а лучше выйти и на родителей через ребенка, и на родителей через какие-то другие средства, чтобы вот вся эта информация сошлась в нужной голове, и чтобы в этом кошельке были деньги, чтобы эта голова пошла эти деньги потратила. Понятно. Понятно. Значит, мы сейчас еще раз послушаем новости. Я прежде всего представлю моего гостя еще раз, Александр Лихман, генеральный директор пиар-агентства 2L. Сегодня в студии бизнес-класса мы обсуждаем тему, связанную с бизнесом в сфере пиар. Ну, и еще раз напомню, по традиции в это время мы с вами прервемся, послушаем новости на Финам.фм, ну, и потом продолжим эфир. Ну, что ж, друзья мои, продолжим эфир. Последняя его часть, у нас осталось 12 минуточек. Напомню, что мы сегодня обсуждаем бизнес в сфере пиар, и в гостях Александр Лихман, генеральный директор пиар-агентства 2L. Телефон студии 651099.6, код города 495, и сайт компании финам.фм. Вы можете этим воспользоваться еще. дозвониться, задать вопрос или написать нам на сайте. Ну, что ж, продолжим. Продолжим разговор. О каналах коммуникации мы, собственно, вели речь до перерыва. Да, каналы коммуникации, ну, как я уже сказал, могут быть самые разные. Это даже мероприятия или какие-то олимпиады в Сочи, в принципе, это каналы коммуникации, да, потому что она вызывает очень много информационного шума, к которому можно, скажем, ну, просто, скажем, привязаться, да, и на фоне какого-то сильного бренда, коим олимпиадой является, можно продвигать еще какой-то свой бренд. Собственно, чем занимаются спонсоры? Ну, да, это очевидно, но, с другой стороны, обязательно ли вот этот самый бренд, который я продвигаю, или идея, услуга, она должна быть связана как-то со спортом? Вовсе нет. Вовсе нет. Есть мировая компания-поставщик самого разного оборудования, там, и бытового, и не бытового, которые привезли журналистов на строящуюся площадку и показали свои видеоинформационные устройства, которые интегрированы туда, на которых построена вот эта вот система там оповещения с дисплейной, и они получили свою долю публикации, привязанной к Сочи, то есть интерес к этому довольно высок, и я бы сказал, что выхлоп есть. Вот. Из интересного, что я хотел бы рассказать, это пример нашего клиента, который делает очень сложные технические вещи. Это компания, которая сами проектирует и производит сервера. Сервер — это, ну, довольно, не довольно, а очень технически сложный программно-аппаратный комплекс, который, собственно, работает, на котором хранятся ваши данные, например, там, в том же Яндексе, да, или там, в Гугле, на котором работает ваше программное обеспечение, тот же 1С какой-нибудь или Мегаплан. Вот. Эта компания делает сервера, и их заказчики — это очень суровые, подкованные IT-директора, так называемые. И вот этот клиент, они пришли к нам и сказали, ребята, нам нужны соцмедиа, а именно Facebook. Ну, то есть они уже пришли, зная, что им нужно, да? Да, да. И каково же было мое удивление, когда я сказал, ну, а как, зачем вам Facebook? Там же, ну, там же обычные люди, еще чего-то. Там не целевая ваша аудитория. Совсем не целевая. Он сказал, не-не-не, ты не понимаешь. Вот мы приходим на переговоры с заказчиком. Заказчик может быть там крупная государственная или не государственная корпорация. И менеджер сидит, сидят группа менеджеров, и двое, допустим, из троих сидят, копаются в... В Facebook. В Facebook или ВКонтакте, в планшетиках. И, как сказал мне директор этой компании, велика вероятность того, что во время переговоров он просто из интереса, то есть ему неинтересны, в принципе, переговоры, потому что мы его сюда приволокли, ну, ему зачем-то быть надо здесь. Но есть вероятность, что он в поиске в Facebook наберет нашу компанию. И если он ее увидит, то интерес его к нашей компании уже сразу вырастет. Вот. Ну, подождите. Это интересно, это тонкое такое замечание, но при этом менеджер средней руки, он же не имеет решающего слова. Он просто сидит на переговорах. Видимо, он имеет какую-то вспомогательную функцию. Либо он не просто так сидит на переговорах. Я не знаю, то есть для меня переговоры с государственными заказчиками, это какая-то такая, ну, из... Другая история, да? Да, для меня это незнакомо. И я допускаю, что это так. И где-то через полгода после того, как мы начали вести, у нас были довольно скромные показатели у страницы, но в силу того, что очень-очень-очень узкая тематика и очень мало людей, которых можно сцепить этой темой на Facebook. Ну, таки вы на это пошли. Вы не стали его переубеждать, да? Я попытался. Он сказал, нет, я знаю, что я хочу. Вот мы с такими клиентами любим работать, которые говорят, я точно знаю, что я хочу. Я не хочу от вас продаж. Я хочу, чтобы вы мне сделали страницу в Facebook, которая бы наполнялась вот так и так. И где-то через полгода ведения этой страницы, вот, мы в очередной раз встретились для того, чтобы подвести какие-то итоги, нарисовать план. И он сказал, знаете что, ваша работа уже отбилась на несколько лет вперед, потому что ко мне пришел заказчик, которого мы обхаживали несколько лет, и сказал, а что ж ты не сказал, что вы делаете это? И на что мой клиент ему сказал, а вы где эту информацию нашли? Он говорит, ну как, на Facebook. А что ж ты не сказал, что ты в Facebook-то есть, да? Что мы с тобой зафрейдимся сейчас и будем... То есть это абсурд, но вот это реальный пример из жизни. Здорово, здорово. Да, это коммуникации неожиданно. Ну, кстати, сейчас очевидно, да, ведь ценность социальных сетей увеличивается, растет. Я так понимаю, что, видимо, любой ваш заказчик в конечном итоге, да, от вас, я так понимаю, услышит, да, необходимость каким-то образом в социальной сети оказаться. Да, да. И те заказчики, которые ставят в первую очередь задачи обратной связи между аудиторией и собой, ну, брендом, по своим продуктам, по своим сервисам, по себе, и которые хотят вовлечения аудитории в то, что они делают, они, да, они идут в социальные сети, и они там более-менее успешные. Те, кто ставят задачи продажи, есть такие примеры, есть примеры, но это скорее маркетинг, чем пиар. Есть примеры продаж через соцсети, но это не то, что мы можем предложить. Это скорее народные продукты. То есть есть банки, которые успешно, ну, нельзя сказать, навязывать, предлагают свои кредитные карты через соцсети с помощью приложений, с помощью каких-то определенных технологий. Товары продавать сложнее. А, кстати, Александр, вот на ваш взгляд, опять мы говорим о социальных сетях, но выбор у нас не такой большой. Раз, два, три, может быть, и обчелся. Четыре. Четыре и обчелся. Хорошо. Каким образом диверсифицируете вы своих заказчиков, да, говоря о том, что вот задача какая? Разместиться в социальной сети. А какая мне социальная сеть, в данном случае из четырех, да, будет ближе? Чем народнее товар и чем шире его аудитория целевая, тем ближе, ну и чем он обычно дешевле считается, да, тем ближе аудитория ВКонтакте этому бренду. И чем, соответственно, там либо сложнее, либо узкоспециализирование, либо дороже товар, тем считается, что его аудитория больше сидит в Фейсбуке. Понятно. Вот, ну, примерно так. Так, хорошо. Давайте вернемся непосредственно, да, к разговору все-таки о профессии, о профессии, ну, о бизнесе, наверное, в меньшей степени, понятно, что, да, просто так с бухты-барахты пиар-агентства, наверное, не ответишь, не затеешь, а вот, говоря о профессии, да, еще раз хотелось бы подчеркнуть все-таки, каковы, на ваш взгляд, да, внутренние качества человека, который, ну, так, имеет склонность стать профессиональным пиарщиком? Общительность, в первую очередь. То есть, вот, коммуникабельные навыки, коммуникационные навыки, это очень нужно пиарщику качество. Кстати, пиарщик, извините, пиарщик на любой ступени эволюции, обязательно с кем-то общается? Не на любой ступени эволюции, а те, кто общается с прессой или, ну, с какими-то, с какими-то непосредственно людьми, те, конечно, должны уметь это делать. Есть аналитики, ну, они могут быть интровертами, сидеть в гнезде и оттуда не выходить годами, ну, такие тоже есть. Вот, пиарщику необходим грамотный русский язык. И вот с этим, конечно, огромные проблемы в последнее время. Последние, насколько последние? Ну, несколько лет, да? Несколько лет уж, как минимум, да. И связано опять вот с тем, о чем мы говорили, да? Ну, связано скорее с интернет-культурой и с тем, как люди читают. Потому что я, к сожалению, за собой замечаю, что вот, ну, я по долгую службу провожу довольно много времени в соцсетях, и я за собой замечаю совершенно, иногда делаю глупые ошибки, которые стараюсь исправлять сразу же. Ну, грамматические лица? Да, грамматические, да. Ну, то есть, ну, не вся-вся, но похожие на них. И мне вот страшно за себя, и люди, которые приходят, да. Ну, даже если не говорить о грамотности, то вот чувство слога и способность изложить свои мысли, это тоже довольно большая проблема для молодых людей, тех, кто приходит в пиарщики. Вот. Ну, и, конечно, самостоятельность. То есть, вот, самостоятельный человек, который сам себе может ставить задачи, сам их выполнять, сам понимать, где у него какой дедлайн, и сам отвечать за то, выполнил дедлайн или нет, это вот очень важно. Ну, в любом случае, мы же говорили, да, что человек приходит там на какую-то начальную пока еще стадию, на ним, за ним, над ним, точнее, есть руководитель, который в какой-то момент может все-таки, да, его подвинуть в какую-то сторону, да, сказать, вот это нужно, в этот срок сделать, этот... Ну, это касается навыков и каких-то профессиональных качеств, но это не касается персональных человеческих качеств. То есть, если внимательности, допустим, нет, то ее никаким багром... Понятно, да. Сколько бы рядом с тобой не стояло начальников, да? Да, да, то есть это не воспитывается. Я понял. Хорошо, Александр, у нас осталось две с небольшим минутки. Давайте, ну, если не помечтаем, то, по крайней мере, попытаемся с вами представить, что будет в ближайшие несколько лет. Вообще, вот то, о чем вы рассказывали за эфиром, да, ваш разговор с коллегой, профессия пиарщика, она вечно или она склонность имеет к умиранию? С одной стороны, мне, как пиарщику, мне иногда становится страшно, потому что, ну, я не обладаю никакой профессией, которая позволяет что-то создавать человеческое и там выжить в случае... То есть говорят, я ничего не умею делать руками. Ну, в общем, да, то есть иногда посещают мысли, а не пойти ли мне поучиться футуновым на краснодеревщика, да? Раньше в Советском Союзе краснодеревщики хорошо жили. Да, прилично зарабатывали. Вот. И видя, как быстро развивается и как быстро меняется вот медийный мир, иногда становится страшно. С другой стороны, подумаешь, что там и 50 лет назад, и 100 лет назад писали книги, книгу настольную известного одного нехорошего человека, гениального пиарщика. Книга называется «Пропаганда». Она была написана в 20-х годах прошлого века. То есть 100 лет назад пиарщики были, ну, и, скорее всего, через 100 лет они тоже будут. Другое дело, что как это будет выглядеть, мы пока не знаем. То есть они могут видоизмениться, да? Да. Или те самые, кстати, каналы коммуникации, да, ведь тоже могут поменяться, соответственно, будем решать те же самые задачи, но... Да, просто по-другому. Будем адаптироваться под новые реалии нового мира или новые реалии старого мира, я не знаю. И будем как-то работать... Ну, а рынок, если говорить о рынке, все же, как он будет в ближайшее время развиваться, он стагнирует? Востребованы услуги пиарщиков для бизнеса или не очень? Да, несомненно, услуги пиарщика для пиар-агентств, скажем, ну, или внутренних пиарщиков для бизнеса востребованы, потому что чем сильнее конкуренция на рынке, тем больше инструментов и тем более эффективны должны быть эти инструменты для продвижения товаров, услуг, самой организации, еще что-то. И пиар это один из мощных инструментов для продвижения. Ну и, в принципе, можно говорить, да, что рынок пиар-услуг в России в том числе будет только расти. Он развивается, да. Он децентрализуется, он идет и в регионы, потому что если раньше большинство, ну, большие издания издавались все-таки в центре, в Москве, в Питере, то сейчас довольно много и сайтов, и особенно сайтов региональных, которые генерят трафик даже больше, чем столичные. Ну, не больше, чем Mail.ru, да, но там на уровне. На уровне, да. И с ними тоже надо работать, и в регионах тоже живут люди. Наконец-то мы об этом начинаем понимать. Это начинаем понимать. Спасибо огромное. Александр Лихман, генеральный директор пиар-агентства 2L. Сегодня в студии бизнес-класса мы обсуждали бизнес в сфере пиар. Александр, спасибо, что нашли время. Уважаемые слушатели, спасибо вам за внимание. Всего хорошего, успехов в бизнесе. До свидания.